В это непростое время Святая Церковь укрепляет нас своими молитвами, благословением и, самое главное, святыми таинствами, главным из которых является Святая Евхаристия, святое причащение святых, бессмертных и животворящих тайн. Каждый из нас на жизненном пути встречает свои проблемы и трудности. Но если мы читаем Слово Божие, которое укрепляет нас, Господь помогает преодолевать те испытания и трудности на жизненном пути человеку, который руководствуется правильным жизненным навигатором, которым для каждого из нас является Евангелие. И вот сегодня в Евангелии мы слышали рассказ о двух событиях, которые случились при земной жизни Иисуса Христа. Он находился в доме мытаря, будущего апостола. Вокруг Него всегда много людей, те, кто жаждет услышать Его Слово, кто желает получить исцеление, благословение, укрепление на жизненном пути. И Христос обильно благословляет, исцеляет и посевает Свое Божественное Слово в души жаждущих людей, которые понимают, что каждое Слово Христа – истина. Он Сам скажет о себе «Я есть и путь, и истина, и жизнь. И кто последует за Мною, тот никогда не будет ходить во тьме, но будет иметь жизнь вечную». И вот эти слова слушали простые люди. Собирались вокруг Него и бедные, и богатые, и знатные, и нищие, больные, и здоровые мужчины, и женщины, дети, и старики. И вот среди собравшихся людей мы сегодня слышим, как ко Христу подходит начальник иудейской синагоги. Зовут его Иаир. У него при смерти его единственная любимая 12-летняя дочь. И он подходит, невзирая на все запреты. А ведь уже тогда ко Христу знатные фарисеи и саддукеи с подозрением относились ко Христу и не общались с Ним. Но тут все попрано. Когда болеет родной человек и нет никаких надежд на врачей или на лекарства, человек ищет помощь у Бога. И вот этот человек, который служил в синагоге, подходит ко Христу как к Богу и просит помощи, чтобы Иисус пришел и исцелил его умирающую 12-летнюю единственную любимую доченьку. И Христос соглашается, наставляет это собрание, выходит и идет. Это очень важный пример для всех нас, дорогие братья и сестры, откликаться на чужую беду. Мы сразу начинаем оправдываться. У нас столько дел, мы заняты, нам сейчас некогда. Но вот пример Христа показывает каждому из нас, что Спаситель оставляет и проповедь, и важные наставления, и даже исцеление других людей. Он откликается на слезную просьбу страждущего Отца и идет к умирающей его дочери. По пути случилась еще одна встреча. Женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, а это было не просто заболевание, а это была болезнь, которая запрещалась даже общение среди людей. К ней нельзя было прикасаться. Но вот она, набираясь сил, веры, дерзновения, проходит сквозь столпу и верит только в то, что если даже она прикоснется к краю его одежды, она исцелится. Потому что надежд на людей, на лекарства, на врачей, на знакомых, на близких, на родных, больше нет. Одно упование на Господа и с верой во Иисуса Христа, как в истинного целителя и врача души телес, она пробивается сквозь толпу и прикасается к его ризе. И тут она почувствовала, что исцелелась. И то крови у нее остановился. Но в это время сам Христос говорит такие удивительные слова. Кто прикоснулся ко мне? Ученики тут же начинают отвечать на вопрос. Господи, столько людей теснят тебя. И ты спрашиваешь, кто к тебе прикоснулся? Нет, говорит Христос. Кто-то прикоснулся ко мне не так, как прочие люди, которые просто теснят и чего-то просят. Кто-то прикоснулся с таким глубоким чувством веры, что я почувствовал, как из меня изошла эта божественная сила, которая вся немощная врачует и все оскудевающее восполняет. И вот тогда, как сказано в Евангелии, женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред Иисусом, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тот час исцелилась. И сказал ей, дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, дочь твоя умерла, не утруждай учителя. Но Иисус, услышав это, сказал ему, не бойся, только веруй, и спасена будет. Вы слышите эти слова Христа, которые сказал он пришедшим к нему? Сказал этому страждущему отцу, человеку, который так просил помощи у Христа, и как бы, по его мнению, он не успел, теперь уже поздно. Что теперь идти? Дочь мертва. И эти слова вдруг, прилюдно, не бойся. Как же дальше-то не бояться? Теперь гроб, смерть, похороны, слезы, рыдания. Не бойся, только веруй. Эти слова мог сказать только Бог. Потому мы исповедуем во Христе Бога, воплотившегося, принявшему на себя человеческую природу, но продолжавшего оставаться истинным Богом и Спасителем. И после этого, придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра и Иоанна, и Иакова, и отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней, но Он сказал, не плачьте, она не умерла, но спит. Вот эти слова, как это, Господи, да все уже, в ней нет дыхания. Она бездвижима, она закрыла глаза навсегда. Как это, человеку не понять, как это она спит? Она уже не спит, Господи, она уже не дышит, она умерла. А Христос говорит, она спит. Для Бога смерти нет. Для Него смерть – это успение. И потому мы с вами, дорогие братья и сестры, должны очень четко помнить слова Христа, которые Он скажет потом Марфе. «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, живет». И эти слова вдохновляют каждого из нас на то, чтобы мы преодолевали свои жизненные трудности, болезни, скорби и разочарования. Потому что за этой временной жизнью каждого верующего во Христа человека ожидает воскресение. И потому мы веруем и исповедуем и чаем воскресение мертвых и жизни будущего века. А смерть потому, как говорил Иоанн Златоуст, уже и не имеет права называться смертью, потому что она побеждена спасовой смертью распятого и воскресшего в третий день по Писаниям. И потому все христиане не умирают. Они словно погружаются в этот сон до второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Но скольким людям это непонятно. У скольких людей это вызывает улыбку, недоверие, а порой и полное противодействие. Разве так не было в земной жизни Иисуса Христа? Точно так было и при Его земной жизни. Посмотрите, как реагируют люди на Его слова. «Она не умерла, но спит». «И смеялись над Ним, зная, что она умерла». Представляете, Христос идет, берет своих учеников, родителей. Откройте комнату, где лежит усопшая. Почему и мы в православной традиции не называем, где здесь покойник? Где усопший? Где усопшая? И мы молимся не о умерших, а о новопредставленном, то есть представшимся пред Господом. Вот если мы поймем самое главное, что и Христос и пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола, победить смертью смерть и нам, каждому верующему в Него, подарить вечную жизнь, тогда и наша жизнь уже не обессмыслится. Она будет иметь четкое упование. «Упование, Мои Отец, прибежище Мое Христос, покров Мой Дух Святый». Кстати, эту молитву произнес преподобный Иоанникий Великий. Был такой святой, который в начале своего подвижнического пути старался выучить псалтирь наизусть. Он учил потихонечку, по псалму, по два сначала выучил, тридцать, а к концу своей жизни выучил все псалмы Давида. Но вот что еще особенно было в его молитве, почему мы сегодня вспомнили о нем. Он после каждого прочитанного стиха читал именно эту молитву, которую потом церковь положит в молитвословы на будущее поколение. Мы знаем эту молитву. «Упование, Моя Отец, прибежище Моя Сын, покров Мой Дух Святый, Троица Святая, Слава Тебе». Так вот, эту молитву читал после каждого стиха псалма Давидова Иоанникий Великий. Но только он читал ее, как я вам ее назвал. «Упование, Моя Отец, прибежище Моя Христос, покров Мой Дух Святый». И дальше читал Псалтирь. Вот читайте вы Евангелие, Псалтирь, просто по дороге молитесь. Иисусову молитву прочитали и произнесите эти слова. «Упование, Моя Отец, прибежище Моя Христос, победивший смерть, и покров Мой Дух Святый». И тогда не будет вам смешно, когда услышите о чудесах Божьих. Когда другие будут смеяться, вы будете молиться Господу и благодарить Его за все благодеяния, которые Он оказал каждому из нас. Вот почему так важно помнить благодеяние Господа. Есть люди, которые даже заводят себе блокнотик и записывают благодеяние Господа. Болел и выздоровел. Был на грани жизни и смерти, и вдруг остался жив. Чуть не попал в аварию, и машина проскочила, как бы вдруг, как бы невзначай. Но пришел, записал. Чуть кто-то перед тобой пробежал, чуть не наехал на него. Приедь, запиши, Господи, как бы сложилась жизнь, если вот сейчас бы я вовремя на тормоза не нажал, и что бы могло случиться? Господи, и тут Твое благодеяние, и тут Ты не оставляешь меня. А сколько людей вокруг, сколько событий вокруг. Так каждый день, на каждый час благослови душа моя Господа. Но мы забываем, мы вспоминаем скорее, как нам плохо. За что, Господи? Куда же ты, Господи, смотришь? Ну почему это все вокруг? А если будем помнить благодеяния от Господа, то будем достойны новых благих от Господа благословений. Вот потому, когда Христос входит в дом начальника синагоги, Он, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил, Девица, встань! И возвратился дух ее. Она тотчас встала. И Христос велел дать ей есть. Но Христос говорит, что произошло полное исцеление и возвращение к полноценной жизни этой девочки. Он повелел дать ей кушать. И она кушала, потому что она полностью, не просто воскресла по слову Христа, она полностью была здорова. Та, которая умирала и умерла, здорова и жива по слову Господа нашего Иисуса Христа. И удивились родители и я. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Казалось бы, если бы это был просто человек, ну что бы он захотел? Пойдите всем расскажите. Вот смотрите, что я умею, что я делаю. Чтобы все пришли и мне поклонились. Христос не искал таких поклонников после этих чудес. Больше того, он даже в другом месте скажет, если кто из мертвых воскреснет, не поверят, если не будут читать Евангелие, не будут читать Священное Писание, не будут слушать Моисея и пророков. Даже мертвому, если восстанет, не поверят. Никакое чудо человека не приводит к вере. Человека к вере приводит Слово Божие. Читайте, дорогие братья и сестры, Евангелие. Согревайте свои души этим божественным Словом воскресшего Христа. Верьте каждому Слову, которое там написано. И старайтесь не просто читать, доверять или верить, а постарайтесь, сколько есть еще сил и земной жизни. Пойти той дорогой, которую открывает нам Христос в Своем Евангелии. Вот тогда и мы с вами, по примеру Спасителя, не будем лениться помогать другим людям, не будем откладывать их нужды на потом, в первую очередь выполняя свои. Будем всегда стараться прикасаться ко Господу истинной верой, как это сделала эта кровоточивая жена. Она никого не боялась. Она уже никого не слушала, она шла ко Христу, и никто не мог стать на этом пути ей преградой. Но мы с вами не просто прикасаемся к кризи Христовой. Мы с вами имеем теперь возможность причащаться Его божественных, всеосвящающих таинств Его тела и крови, и получать исцеление, о чем священник и напоминает нам перед причастием. Причащается раб Божий, такой-то по имени называя, во исцеление души и тела и в жизнь вечную. Вот потому почаще приступайте к таинству Святого Причащения. Не просто прикасайтесь к кризи Христовой, а соединяйтесь со Христом в Святой Евхаристии. И Христос будет в вас и вы со Христом. Ведь это Его слова. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь жить будет вовек, и я воскрешу Его в последний день. Вот к чему готовятся христиане. Вот чем они живут. Не то, что они купят, куда поедут или где-то будут отдыхать. Они готовятся снова соединиться со Христом. Не просто прикоснуться, а соединиться со своим Спасителем, который есть и путь, и истина, и жизнь. А самое главное, не только соединиться, но и выйти и бережно хранить в себя принятую святыню. Разве раньше грешили, не грешить. Мало читали Евангелие, читать. Ленились в храм ходить, теперь не лениться. Дома ругались, не ругаться. Может быть, оскорбляли, а оскорблялись. Не оскорбляться и не ругаться. Одним словом, человек должен принести пока живой плоды своего покаяния. И, конечно же, дорогие, мы должны помнить те слова, которые сказал сегодня Христос, которыми и мне хотелось бы завершить к вам сегодня обращенное слово. Словом Господа нашего Иисуса Христа, победившего смерть и нам подарившего вечную жизнь, не бойся, только верой. Вот пусть эти слова каждый из нас напишет на скрижалях своего сердца. И тогда вера наверняка спасет такого человека, которому, как и той кровоточивой жене, Христос скажет в последний день, «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». Аминь. Спасибо.